Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире «Наше утро» на Амурском областном. Алексей Риман, Евгения Монакова. Мы вас приветствуем! Доброе утро, дорогие наши! Вот и осень наступила, а значит, кому-то сейчас будет очень непросто. У тебя бывает хоть когда-нибудь осеннее, Андрей, скажи честно? Когда плохая погода и холодно, да. Ну, надо готовиться, Леша, правильно. Женские советы сейчас. Минуточка женских советов. Смотри, просто нужно украсить свой дом красивыми цветами. Ну, как минимум один букетик, я думаю, скрасит ваше утро. Прекрасно. Еще есть хороший совет. Ты вот любишь же наверняка музыку слушать? Идешь, включаешь наушники, допустим, по пути на работу, какую-то веселую, бодрую музыку. И вот оно, настроение вдруг из ниоткуда. А еще от меня лично очень хороший совет. Обязательно планируйте свой день заранее. Потому что когда у вас есть четкий план действий, вам как-то проживать этот день легче и приятнее. Вот с таких добрых и полезных лайфхаков мы начинаем нашу программу. А что еще интересненького ждет вас сегодня, расскажем в нашем анонсе. Тему осени обязательно продолжим. Поговорим с Ольгой Смирновой о фестивале кино и театра «Амурская осень». Вспомним, какие события произошли в области в разные годы. Не пропустите рубрику «День в истории». Уделим внимание и музыкальному развитию наших детей. В гостях нашего утра директор музыкальной школы Благовещенска Наталья Петрова. Обязателен к просмотру и гороскоп. Крупных неприятностей сегодня не будет, как обещают нам астрологи. И без завтрака вы тоже не останетесь. Амурские пограничники приготовят самое вкусное блюдо. А теперь предлагаем ознакомиться с самыми актуальными событиями, которые случились здесь, в Амурской области. Новости продолжат наше утро. Мы снова в эфире. Продолжается наше утро. Доброе утро всем, кто к нам подключился. И самое время, как мы считаем прямо сейчас, это ознакомиться с важными праздниками и событиями, которые случились в этот день в истории. А сегодня действительно большое событие. Я лично считаю, что на эту проблему надо вообще каждый день обращать внимание. Но благодаря этой дате, 7 сентября, установлен Международный день чистого воздуха для голубого неба. Что это значит? Мы все должны подумать о том, какое количество загрязнений есть. Вот сейчас, кстати, едешь по Благовещенску, да, с утра, особенно обилие машины, вот прям понимаешь, что где это чистый воздух, ну где он? А я знаю где. За городом. Поэтому нужно всегда найти возможность хотя бы один раз в месяц выехать за город, чтобы просто хорошенечко, полной грудью вдохнуть этот чистый воздух и побыть наедине с природой. Это правда. Есть еще один праздник. Сегодня отмечают его евреи, а они народ. Гордый. Гордый. И счащая традиция. Новый год сегодня по еврейскому календарю. Поэтому всех, кто относит себя к иудеям, мы поздравляем с этим праздником. Можете вручить подарки и позвонить дальним родственникам. И приготовить какую-нибудь интересную еду, тем более, что у них такой хватает. Между прочим, в новогоднем столе рыба, символ плодородия должна быть. Баранья или рыбная голова, это из экзотики. Сейчас круглая сладкая хала с изюмом, чтобы год был полным здоровья. В общем, мне кажется, нам всем стоит изучить немного еврейскую кухню, потому что нам всем сейчас и здоровье, и счастье, и богатство не помешает. Я больше что добавил. Если вы сегодня отмечаете еврейский Новый год, приглашайте нас, Евгения. Мы с радостью к такому столу присоединимся. Ну а сейчас прервемся на небольшой выпуск рубрики «День в истории» и узнаем, что интересного случилось здесь у нас на Амурской земле в этот самый день. В 2013-м в Благовещенске провели традиционную сельскохозяйственную ярмарку. Свою продукцию на агрорынок привезли около сотни предприятий и фермеров. Кроме картофеля, огурцов, помидоров и других овощей предприниматели из Михайловского района предлагали курильский чай, кустарниковую лобчатку и клюкву. Через год в областной столице провели торжественное открытие первого на Дальнем Востоке дома ремесел. Помещение оборудовали как выставочный зал и образовательный центр. Здесь амурские мастера планировали проводить мастер-классы. На ремонт помещения, выделенного муниципалитетом, потратили 2,5 миллиона рублей. На площади имени Ленина в Благовещенске провели мастер-класс по большому теннису и шахматам. Открытые тренировки провели представители спортивных федераций. Благовещенцы могли выбрать себе спорт по душе. Они просто засыпали тренеров вопросами, с какого возраста начинать занятия, нужно ли обладать какими-то навыками и так далее. Также в 2015 на площади провели соревнования танцоров. В 2016 шесть любителей зимнего плавания отправились на Сахалин. Там прошел международный заплыв эстафета победы Корсаков-Анива. Мероприятия посвятили 71-й годовщине окончания Второй мировой войны. Кроме амурчан в заплыве участвовали пловцы из Красноярского и Приморского краев, Сахалинской области, Якутии, Китая, Чили и США. В общей сложности спортсмены преодолели 25 километров. Перед началом старта и на финише температура воды была плюс 15 градусов. На набережной Амура в 2019-м провели Благофест. Работали спортивные, музыкальные и творческие площадки. Художница Ирина Ди изобразила достопримечательности Благовещенска на своих светящихся картинах. Их разместили в светонепроницаемой палатке. А горожанка Людмила Дымченко показала свою коллекцию из 200 кукол. Самая старая игрушка 1950 года. Также популярностью пользовалась площадка, где можно было получить бесплатную медицинскую консультацию и сделать прививку от гриппа. Сегодня, Алексей, у нас с тобой по плану шашлык из овощей, запеченная курица, блюда из кабачков и риса. Это я отнюдь не наш завтрак перечисляю, потому что при Амуре составился конкурс среди поваров пограничных отрядов, между прочим, управления ФСБ России по Амурской области. Представляешь, как там готовят? Да, там еще и масштаб был, я тебе скажу, очень большой, потому что повара из Шимановска, Сковородинара, Чихинска и Благовещенска демонстрировали свое мастерство в кулинарии. И самое что главное, все вот эти произведения искусства, которые они приготовили, смогли даже попробовать. И наша коллега Ольга Сосой тоже кусочек себе смогла подвоимствовать. А мы не попробовали, но зато мы узнаем из слов Ольги, насколько там было все вкусно и интересно. Как виртуозно нарезать зелень, сварить 100 литров борща и накормить 150 человек? Эти люди знают не понаслышке. Олеся Черкасова представила погранотряд из Шимановска. Поваром работает около трех лет. Рассказывает, чтобы накормить большое количество людей, нужно в первую очередь любить свою работу. Ведь в буквальном смысле провести весь день у плиты сможет не каждый. На состязании вместе с напарницей Олеся Черкасова представила блюдо дагестанской кухни «Хинкал». Было условие конкурса из доступных продуктов, свое блюдо. И мы понимали, что это надо на блюдо время, чтобы уложиться во время, чтобы это было просто вкусно, сытно. Мы понимаем, что мы кормим мужчин, поэтому мы выпадем это блюдо. Это блюдо, в свою очередь, я узнала, скажем так, от своей хорошей знакомой. Оно прижилось в моей семье. Единственное, что, как я уже сказала, специи, приправы мы уже адаптировали под себя. Если в кавказской кухне у них в основном идет говядина-баранину, то у нас мужчины любят свинину. Поэтому сегодня мы приготовили свинину, отварную картофель, специи. Частично у кавказки использовались тоже, потому что у нас тоже их любят. Ну и хлеб, тесто. Всего в конкурсе приняли участие четыре команды из Кавардино, Шимановска, Благовещенска и Райчихенска. Последний представил Андрей Глонин. За три с половиной часа он приготовил блюда из кабачков, риса, помидоров и яиц, назвав свой кулинарный шедевр именем легендарного пограничника Никиты Карацупе. Герой Советского Союза вместе со своей овчаркой Ингусом за 20 лет службы на дальневосточной границе задержал 338 нарушителей, уничтожил 129 шпионов и диверсантов, принял участие в 120 боевых столкновений. Оно олицетворяет из себя вот эти кабачки фаршированные. Это земля наша русская, это староживые корабли маленькие, корабли, которые тоже охраняют. Это староживые вышки и это холмы нашей земли амурской. В целом состязание пограничных поваров длилось в течение недели. Для всех было подготовлено одно меню. Это те блюда, которые ежедневно готовятся в столовых погранотрядов на завтрак, обед и ужин. Жюри оценивали качество и технологию приготовления. При этом специалисты должны были использовать те продукты, которые были бы в легкой, даже для самой отдаленной заставы доступности. Пальму первенства забрали кулинары из Шимановска. Второе место поделили Райчихинск и Благовещенск. Третье досталось Сковородину. Ольга Сысо, Иван Сюмак, Амурское областное телевидение. Продолжаем наш выпуск к рассказам о погоде. Осенняя погода все-таки как-то решила наступить на хвост лету. Хватит уже, говорит она. И надо нас немножечко, ну хотя бы чуть-чуть, одарить вот этой прекрасной осенней погодой, когда листики падают с деревьев, шуршат под ногами. Это так здорово и романтично. Как тебе? Да в целом-то неплохо. Главное, будет ли так у нас сегодня, неизвестно. Потому что переменчивая погода. Сегодня написано дождь, завтра написано солнце. И потом все меняется чуть ли не за несколько часов. Давай у синоптиков спросим, они точно все знают. Уже в это воскресенье состоится открытие, наверное, одного из самых любимых фестивалей всех амурчан. Это Амурская осень. Встречи с артистами ждут многие. И мы в том числе. Ну а кто к нам приедет и что интересного нам стоит ожидать, нам расскажет исполнительный директор фестиваля кинотеатра Амурская осень Ольга Николаевна Смирнова. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ольга, я представляю, что у вас сейчас творится в дирекции. Потому что когда фестиваль так близко, ну суеты, наверное, просто какое-то невероятное количество. Когда столько гостей приезжает. Как справляетесь? Действительно, наверное, самая атмосферная вещь, это как раз вот эта неделя до подготовки, до старта фестиваля, потому что она самая концентрированная. Я сегодня собирала планерку и говорю, коллеги, нам нужно просто пережить этот период. А дальше уже будет чуть проще, потому что добавится новая эмоция, тех людей, которые приедут, тех гостей, которых мы будем встречать здесь. А, ну как переживаем, готовимся к встрече. 234 гостя на фестивале окажутся в разный период, с разными запросами, по разным маршрутам. К нам гости в этот раз и прилетают из Москвы, из Санкт-Петербурга, и перемещаются по Дальнему Востоку, приезжая через Хабаровск, из Владивостока, и через Белогорск. Ну, в общем, интересно, расслабляться некогда. Ты просто держишь всю эту картину мира в голове и получаешь удовольствие от того, что являешься организатором действительно, мне кажется, очень классного события и нашего некого бренда региона. А в Морской области, 100%. А какие сложности есть сейчас, учитывая тот факт, что все равно пандемия от нас никуда не делается, она до сих пор с нами, или мы с ней тоже тут кому как удобнее. Какие сложности будут в этом году на фестивале? Ну, самое главное, что фестиваль будет. Это для нас очень принципиально, очень важное событие. И когда мы узнали об этом в конце июля, когда было подтверждено, что все пройдет, ну, это так окрылило нас, но тем не менее, естественно, мы понимаем, какая ответственность лежит на нас, как на организаторов, поэтому, естественно, все мероприятия будут проведены в соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора, а это мы никуда с вами не уходим от социальной рассадки, от 50% наполнения зала, от обработки рук, от ношения масок, все это будет. И в связи с этим чувствуется, насколько концентрированное желание у зрителей попасть на события фестиваля, потому что вот если антрепризный спектакль у нас в этом году проходит в общественно-культурном центре и в Амурском областном театре драмы, то вот уже на спектакль в Амурском областном театре драмы попасть не возможно. Билетов нет уже? Да, если вы зайдете на сайт, увидите, там единственный спектакль глупости еще остался, там буквально 6 мест, а все остальные 5 спектаклей, там просто висит плашка, билеты проданы. А вот, кстати, где их можно купить? Вот, можно зайти еще попасть на сайт театра драмы и попасть еще на одно событие. И так как зал общественно-культурного центра, естественно, вмещает чуть большее количество зрителей, можно еще успеть попасть на спектакль, который проходит там. Но тем не менее сейчас пандемия тоже сработала на такую, знаете, цифровизацию, и очень большое количество людей покупает билеты онлайн, поэтому все это доступно. Вы заходите, видите билеты, которые светятся, не нужно никуда ходить, тут же в два клика приобретаете билеты и становитесь счастливым обладателем и счастливым участником зрительного фестиваля «Амурская осень». Еще есть билеты на церемонию открытия, церемония закрытия, поэтому вот, наверное, вот два проекта, ну, два и плюс шесть спектаклей еще куда можно успеть попасть. Но самое главное, кто не попадет вдруг на церемонию открытия и закрытия, мы, конечно, можем порадовать в очередной раз, «Амурская областная телевидение» будет показывать прямую трансляцию, поэтому это действительно расширяет круг зрителей сразу, автоматически. Однозначно, и мне кажется, это еще какая-то отдельная история, потому что те нюансы, которые подсматриваете вы, поверьте мне, ни с одного ряда зрительного невозможно увидеть, поэтому обязательно всех приглашаю присоединиться, потому что, ну, закулисная часть, интервью с артистами, мне кажется, это такая некая, такая другая атмосфера, мы тоже научились это делать в новом формате, это будет транслироваться не только на канале, но и на YouTube-канале «Амурской осени», поэтому всех приглашаю за такими особенными, немножко кухонными взглядами на события. А вот что касается фестиваля, это же фестиваль не только театра, но еще и кино, как посмотреть кино можно будет в этом году, где и на каких условиях? Алексей, прежде всего фестиваль, если мы прочитаем полностью его название, это открытый российский фестиваль кино прежде всего, а потом уже театр, потому что он начинался как кинофорум, и мы этим гордимся, и это одна из самых важных наших составляющих, и в этом году, что почетно для фестиваля, у нас будет 13 конкурсных фильмов в полнометре, в конкурсной программе полнометре, это все премьеры. Представляете, какой уровень конкуренции среди фестивалей, которые проходят в России, чтобы к сентябрю месяца дождаться и сохранить вот эти премьеры, и чтобы эти премьеры были отданы нашему маленькому городу на Амуре. Это действительно почетно и очень важно для нас, помимо этих 13 конкурсных фильмов, еще будет 28 конкурсных фильмов короткой программы, и я для всех любителей кинопрограммы, наверное, скажу такую радостную новость, мы возвращаемся в кинокомплекс, киноцентр Благовещенск, в центре города, у нас будут работать одновременно три зала, это пятый, третий, четвертый зал, в котором будет проходить вся конкурсная программа, и конкурсная программа, каждый раз это говорю, и еще раз подчеркиваю, это все безвозмездно, абсолютно бесплатно для жителей нашего города, посмотреть впервые классное конкурсное фестивальное кино. Ну как-то билет же нужно получить. Однозначно, это самый вопрос. Отвечаю вам и всем телезрителям, билеты традиционно будут появляться в день показа, в 10 часов утра, как только открываются киноцентры и касса, можно будет подойти и получить два билета в руки, это максимально, для того, чтобы просто мы все с вами понимали, чтобы они были в достаточном количестве для всех желающих. Почему именно в день показа? Потому что мы уже очень многие варианты пробовали, и мы реально понимаем, что если человек пришел утром, и он спланировал свой вечер, то он обязательно окажется на кинопоказе. Но тем не менее, я приглашаю всех точно так же присоединяться поближе именно к показу, потому что, возможно, что-то остается, и мы обязательно, соблюдая социальную дистанцию, соблюдая рассадку в зал, обязательно тоже приглашаем и запускаем зрителей на кинопоказ. То есть, чтобы взять билет, паспорт не нужен? Паспорт не нужен. Отлично. Оль, где можно познакомиться со всей программой нашим зрителям, чтобы они могли уже сейчас определиться, куда они точно хотят попасть? На какие кинопоказы? Сайт amurskaosin.rf или amurosin.ru работает в полноценном формате, уже размещена вся конкурсная и внеконкурсная программа, потому что она очень большая, и мы, может быть, на ней сейчас остановимся, поэтому можно будет понять, спрогнозировать, для себя определить те точки притяжения, где вы окажетесь на фестивале, и обязательно на них попасть. Так что с внеконкурсной программой? Потому что она, конечно, так формируется обычно до последнего. Внеконкурсная программа, это традиционно у нас, помимо тех спецпоказов, которые заявлены, а у нас, например, из необычного будет, ну, то кино, которое сейчас является, такое, знаете, в тренде, это будут спецпоказы «Казахское кино», которые у нас пройдут, опять же, в кинокомплексе «Благовеченск». У нас будут спецпоказы «Японская панорама» и встреча с японской делегацией, которая пройдет у нас в Амурской областной научной библиотеке. Там уже у нас будут спецпроекты, посвященные дню рождения и Булгакова, и Достоевского. Встреча с директором дома-музея Булгакова в Москве, я там была, и удивительная женщина, всех приглашаю, заходите, приходите, посмотрите, получите такое удивительное впечатление от общения с человеком очень высокой культуры. Помимо этого у нас будут творческие встречи, которые пройдут в Гранд-арене «Острова». Это посвященный памяти Мариса Грачевского и творческий вечер, посвященный юбилею Кати Семенова. Ледовое шоу для уже полюбившихся нашим зрителям, которое традиционно состоится уже в завершающий день фестивале 18-го числа. Но, знаете, можно перечислять, вот у меня программа тут расписана, по-моему, на шести листах. Ну да, даже, по-моему, больше. Поэтому на сайт заходим, и там все можно сориентироваться, сформировать для себя личную программу. Ох, в общем, ждет нас с вами насыщенная неделька Амурской осени. Вам, как исполнительному директору, мы, конечно, желаем, чтобы все получилось. Ждем артистов. Кстати, гуляем на набережной и встречаемся там с ними, потому что все артисты любят нашу набережную города Благовещенска. Однозначно. Это каждое утро просто променад. Оль, спасибо огромное за интересную беседу. Спасибо. И хорошо, продолжение дня. Ну, а в продолжении нашего утра предлагаем ознакомиться с актуальными новостями. Что там интересного, расскажем прямо сейчас. И мы вновь приветствуем вас в студии нашего утра. Напомним еще раз, Алексей Римман, Евгения Монакова. Мы здесь. Здравствуйте всем. Я сейчас достану свой большой стеклянный шар. По традиции. Так, так, так. Взгляну на звезды через него, потому что здесь их в студии не видно. И расскажу вам такой кратенький прогноз на день. День будет, в принципе, хороший. Но для достижения своей цели многим придется прибегнуть не только к личным профессиональным качествам, но и к какому-то нереальному совершенно обаянию. Вечернее время будет удачно для всех манипуляций с финансами. И даже если личный гороскоп вам не очень понравится, ни в коем случае не расстраивайтесь, потому что день все равно будет успешным. Правда же? Овны. Звезды предсказывают день перемещения и бурного общения. Дорогу осилит идущий, значит, можете рассчитывать на обновления и яркие встречи. Не придумывайте себе проблемы в рабочих отношениях. Тельцы. Перед вами появятся такие ограничения, которые больно ударят по самолюбию. Теперь придется выворачиваться наизнанку, чтобы доказать свою правоту. В любви все складывается интересно, но ненадолго. Близнецы. Остановить вас сегодня нереально. Такой поток мыслей, водоворот эмоций и энтузиазм в работе, что позавидуешь. Не нужно ничего менять в процессе работы, пусть все идет своим ходом. Раки. Сегодня вам предстоит выслушивать много всего, поэтому сдержанность не помешает. Чем спокойнее будете реагировать, тем лучше для здоровья. Есть шанс решить давнюю личную проблему. Львы. Этот день вызовет массу вопросов. Странно, вы планировали одно, а в реальности все сложится иначе. Происходящее на работе будет похоже на ураган, поэтому не доводите ситуацию до смерти. Девы. Вам необходимо все держать в своих руках. Можно потерять нечто такое, что долгое время помогало сохранять комфорт. На финансы богатый день. Можно купить то, о чем мечтали. Весы. Звезды советуют молчать в тех случаях, когда вас никто и ни о чем не спрашивает. Вы чересчур много говорите, а это уже ошибка. У семейных людей произойдет ситуация, которая повлияет на бытовую сферу. Скорпионы. Ваш поступок в коллективе будут долго обсуждать, но он достойный, не переживайте. В любовных же отношениях это сыграет не на руку. Здесь нужно быть крайне осторожным, чтобы не сказать лишнего. Стрельцы. Вы весь день будете что-то анализировать, выискивать и доставать из прошлого. Не стоит устраивать себе головомойку. Больше доверяйте близкому человеку. Он ждет от вас именно такого отношения. Козероги. В этот день не будет желания трудиться, но на это есть причина. Вы постоянно думаете об отпуске и путешествии. Нежелательно заключать сделки и подписывать бумаги. Это плохо скажется на сотрудничестве. Водолей. Вы без спора не сможете минуты прожить. Такая тяга доказать свою правоту или уникальность? Срочно обратитесь за поддержкой, если оказались в трудной финансовой ситуации. Рыбы. Предстоит много доделывать и прорабатывать мысленно. Зато заставите себя действовать, что даст результат. Приятные бонусы в денежной сфере позволят совершить шопинг. Покупайте только то, что практично. Учебный год уже успешно стартовал. Школьники отправились в свои учебные заведения. Это, конечно, не может не радовать. Но многие родители задумываются, о чем занять своих детей после учебного дня. Кто-то выбирает спортивные дисциплины, а кто-то творческие. И вот один из вариантов творческого формата времяпрепровождения вашего ребенка. Музыкальная школа. И у нас сегодня в нашей студии присутствует директор музыкальной школы. Зовут ее Наталья Петрова. Доброе утро, Наталья. Доброе утро. Подскажите, сколько у вас уже сейчас набрано детей? Вообще много ли вмещает музыкальная школа? У нас контингент 260 человек. Ну и на сегодняшний день контингент уже набран. Но есть еще вакантные места. То есть у нас бывает такое, что в течение месяца дети меняют свои интересы. И на их места мы в течение сентября можем еще взять детей. А на каких музыкальных инструментах учат играть у нас здесь, в нашей музыкальной школе? Фортепиано, баяно, аккордеон, скрипка, виолончель, ну и, конечно же, гитара. Конечно же, гитару выделили неспростая, я так понимаю. Потому что вы хотели спросить про самые популярные инструменты. И вот какой самый популярный? На сегодняшний день, конечно же, гитара является самым популярным. Что делаете? Увеличиваете количество людей именно на это направление? Вот как вы варьируете? Насколько можете это делать? Мы сейчас приняли на работу двоих преподавателей. То есть раньше у нас был один преподаватель, сейчас двое работает. Молодой преподаватель только закончил музыкальное училище. Ну и таким образом мы расширяем и контингент учащихся. А вообще современные дети как вообще относятся к музыкальным инструментам? Тем более таким, скажем так, более высоким, да, вот скрипка, виолончель. Это же не стандартно, да, это не гитара. Вот как нынешние дети относятся к ним? На скрипку у нас набор тоже очень хороший. Виолончель, конечно, для них понять сложнее, потому что она сейчас у нас реже представлена, да, и в том числе по телевидению не всегда увидишь виолончель, да. То есть раньше у нас была такая группа зарубежная, апокалиптика, да, в свое время была популярна. Тогда у нас, соответственно, и набор на виолончель тоже был выше, когда они были на пике популярности. То есть я бы сказала, что музыкальные инструменты становятся популярными год от года в зависимости от того, как их популяризируют, наверное, по телевидению. То есть что, видят чаще, да? Да. Я полагаю, когда было время ванессы мэй, да? Да, да. Тогда все на скрипку, наверное, шли. Александр Рыбак. Александр Рыбак, да, тоже. Но, наверное, фортепиано и гитара всегда в авангарде интересов. Скорее всего, да, фортепиано, во всяком случае, набор у нас всегда хороший. Фортепиано – это стандарт, это классическое образование, то есть фортепиано – всегда набор у нас высокий. Наталья, все-таки музыкальная школа – это уже такое предпрофессиональное образование, и поэтому, конечно, дети, хотя приходят в достаточно маленьком возрасте, но с ними там уже все по-серьезному. Правда же? Надо на что настраиваться? Нужно настраиваться, конечно же, на кропотливый труд. То есть представьте себе, как маленького малыша, ребенка, да, к нам приходят дети 6,5 лет, то есть иногда это даже детский сад. Ничего себе! они не умеют, допустим, еще читать, да, в достаточной степени писать, и с такими детьми, конечно, заниматься сложнее, но так как у нас педагоги достаточно опытные, и мы с этим уже не первый раз сталкиваемся, то есть мы таких детишек тоже развиваем, они наравне с первоклассниками, да, кому уже 7 лет, занимаются успешно, но, конечно, терпение и труд колоссальный. И в том числе для детей, для родителей, для соседей в некоторых случаях. Для соседей в том числе. Правда же? Кому сложнее приходится? Вы имеете в виду в процессе? В процессе? Да. Думаю, что, наверное, на первых порах сложнее родителям, потому что детям интересно, а родителям нужно освоить минимальную программу тоже для того, чтобы выполнять домашние задания вместе с детьми. То есть, получается, родители зачастую к нам приходят на первые уроки для того, чтобы понимать, как с ребенком сделать домашнее задание. Это правда. То есть родители тоже немножко, да, к музыкальному инструменту, благодаря ребенку. Да, да. То есть у нас раньше была такая традиция, это семейные ансамбли, когда ребенок с родителями мог исполнять музыкальные произведения, при этом родители сами ранее, допустим, не имели музыкального образования, но какие-то простые музыкальные произведения они могли исполнять. Сколько в день каждый музыкант должен посвящать работе на инструменте? И вообще, есть ли какая-то разница в инструментах, например? На одном вот столько, на другом столько? Я думаю, что на любом инструменте нужно достаточное количество времени отводить, но это хотя бы, ну, минимум, минимум, это час. Ну и, конечно же, с каждым классом время должно увеличиваться, потому что, соответственно, и произведения будут обширнее становиться, и времени на их изучение тоже требуется гораздо больше. Вот когда наступает переломный момент? Вот я знаю, что все равно сначала все приходит с энтузиазмом, потом понимаешь, надо много работать. Вот в какой момент родителям нужно понять, что вот здесь, вот сейчас переломный момент, и его надо пережить? Я думаю, наверное, третий класс. Когда уже устали и еще вот не перешагнули осознанность в том, что нужно идти дальше. А вот что нужно делать родителю, опять же, как правильно себя повести в этот момент, чтобы ребенок не потерял интерес? Я бы все-таки посоветовала, наверное, настойчивость какую-то и метод убеждения, да, но по-доброму объяснить, что просто бывает часто так, что ребенок уходит в третьем классе, а потом возвращается, когда ему 16 лет, когда он понял, что ему нужно было учиться, да, учиться, получить образование, но потом у нас не всегда есть возможность таких детей, конечно же, взять, да, то есть там у них уже остается частная практика. То есть нужно разговаривать? Нужно разговаривать, да, и, наверное, нужно прививать любовь, да, к этому всему делу ребенку. Ну, естественно, я думаю, что они уже приходят с любовью, с желанием, то есть те дети, которые совсем не хотят заниматься, они к нам, ну, скорее всего, не приходят, то есть через силу нельзя, наверное, добиться какого-то успеха в музыке. Это правда. Ну, а вообще, вот для всех абсолютно родителей, всех детей, которые нас смотрят, кто, может быть, не ходит в музыкальную школу, но в последнее время все очень много говорят про значимость вообще классического такого образования и музыкального, и художественного, потому что говорят, что это влияет на развитие мозга и на формирование гармоничной личности. Вот вы замечали прослушивание, игра классической музыки, действительно, что-то такое делает с людьми? Я даже думаю, здесь, понимаете, дело не в прослушивании самой музыки, дело в том, что, приходя в музыкальную школу, то есть, это совсем другие дети. Мы начинаем с того, что мы учим детей здороваться. То есть, мы приходим, у нас все преподаватели первые здороваются с детьми, в том числе и с родителями. И дети уже к окончанию музыкальной школы, они здороваются с вами на улице, они здороваются со всеми. То есть, это привитие не только музыкального вкуса, развитие не только в музыке, но и именно культуры, поведения в том числе. Ну что ж, вам прекрасных воспитанников. Спасибо вам, Наталья, огромное за интересные беседы. Сегодня действительно много рассказали полезного, да? Да, узнали чуть больше про творчество. И, кстати, еще добавим, не успели это затронуть в процессе нашей беседы. В этом году места уже практически не осталось, но если в следующем году выходить своего ребенка, отправить в музыкальную школу, то сбор заявок открывается примерно в июне. Да, с 1 июня уже можно приходить и писать заявление. Вот, так что отправляйте своих детей в музыкальную школу, и они вам потом в будущем скажут большое спасибо. А мы говорим большое спасибо вам за приятную беседу. Спасибо. Наша утренняя программа подходит к концу, но день только начинается, поэтому мы вместе с Евгением Монаковой желаем вам хорошего и продуктивного рабочего дня. Это правда. Сегодня в студии для вас работал Алексей Риман. Мы желаем вам хорошего настроения на весь день, и он действительно должен быть легким и приятным. До скорой встречи в эфире. Всем пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова